Скандальная история с захватом аэродрома Школьный продолжается. Чтобы не рассматривать дело, судья Приморского суда подала в отставку. Об этом стало известно в ходе очередного заседания, назначенного на 27 марта. История с рейдерским захватом Школьного аэродрома продолжается в судах. Иск об отмене решений Одесского городского совета, которым коммунальному предприятию городское капитальное строительство разрешили разработку проекта отвода земельного участка на территории военного аэродрома Школьный. Уже несколько месяцев рассматривается в Приморском суде. Мы выявили, что также при принятии данного решения не были врахованы вымоги земельного кодекса. Тобто, міськая рада при наданні дозволу для відведення данной земли, она не отримала від Министерства обороны, як землекористовача аэродрому, не отримувала згоди на такие решения. Тому нам было подано заяву про зміну підставку позову. На очередном заседании, которое состоялось 27 марта, ведущий дело судья подает в отставку. С чем связано такое решение представителей МИДа неизвестно. Никаких комментариев по этому поводу представитель законодательной власти давать не стал. Судья Ильченко подает в отставку. Тобто, в целом судья не будет работать. Что это? Докорисумления или что-то другое? Судья, наши украинские судья разбираются, что щурит. Много денег далеко. Теперь это дело будет вести уже другой судья, а это значит, что в очередной раз процесс затянется. В связи с тем, что судья идет в отставку, сегодня рассматривается в высшей раде правосудия и заявка про отставку. Суд заканчив, скажем так, сегодняшнее заседание, но далее справа будет рассматривать уже другой судья, другой склад судья. Процесс власти затянули, и сегодня судья Ильченко, в принципе, последнее ее было заседание, затянув процесс, на самом деле, сейчас решение так и не было принято. И теперь автоматическая система распределения будет перераспределять на другого судью, поскольку судья Ильченко ушла в отставку. То есть это было последнее дело, то есть не хватило у нее решимости принять решение на корость громады, процесс затягивался, и вот мы сегодня пришли, опять придется начинать все в этом процессе, в принципе, сначала. Точная дата рассмотрения дела новым составом судей пока не назначена.